Привет, дорогие друзья! Произошел крупный пожар в Кемерово, в результате которого по официальным данным погибли 64 человека, по неофициальным данным около 400. Сейчас много информации об этом, в основном противоречивой. Я считаю, что это вообще самая чудовищная трагедия за последние 10 лет. У нас в Казани три года назад был аналогичный пожар, я о нем расскажу чуть позже. Но начну с того, что в сети появилась информация, что Собчак скандально высказалась о пожаре в Кемерово. Как пишут электронные СМИ, вместо слов сочувствия пострадавшим и семьям жертв трагедии, Ксения решила выразить свою гражданскую позицию. Мы в точности знаем, что будет дальше, правда ведь? Проверки по торговым центрам, единственным результатом которых станут еще большие взятки, и пару-тройку наказанных нижнего разряда чиновников на местах. У начальника МЧС по Кемеровской области в декларации Land Cruiser ценой в 2 миллиона рублей минимум, при годовой зарплате 1,6 миллиона рублей. И это все, что вы должны знать о нем и его эффективной работе, резюмировала Собчак, добавив к словам сочувствия скандальную ноту. Что касается автомобиля чиновника от МЧС, то тут ничего удивительного нет. Пол страны катаются на машинах, на которые не могут себе заработать на год, благо есть кредиты. А вот по поводу того, что начнутся проверки, то тут она недалека от истины. Три года назад, после того, как в Казани произошел аналогичный пожар в торговом центре «Адмирал», в котором тоже погибли люди, все проходило как раз по этому сценарию. В городе начались массовые проверки, и после одной такой проверки пришли приставы и показательно закрыли торговый центр «Алтын». Вот представляете, планы эвакуации, пожар случился, мы не успеем, если горем здесь. Действительно, по-другому никак. Не, ну можно что угодно сравнить, но просто мы люди здесь. Время с подобным, как вам дадут время, пожалуйста. Когда? Вы позвоните, я сейчас... Вы задерживаете тех, которые... Деньги стали выделены. Приедете, вы берете... Деятельность данного здания, эксплуатация, точнее говоря, данного здания будет прекращена до тех пор, пока, как я помню, не будут устроены требования пожарной безопасности, которые были выявлены в ходе проведения проверкой надзорной деятельности как раз-таки пожарной частью. Но вот это закрытие «Алтына», собственно говоря, и было финальным аккордом вот этих вот всех тотальных проверок в городе Казани. Ничего страшного, через несколько месяцев после того, как все затихло, он открылся, благополучно сейчас работает. Но вернемся теперь к главному МЧСнику из Кемерово, того самого, у которого в декларации ленд-крузер. Так вот, зовут его Александр Мамонтов. И около полутора лет назад он отвечал на вопросы журналистов и жителей Кемеровской области в прямом эфире местной телерадиокомпании. Послушаем, что он говорил о пожарной безопасности в регионе. Вот достаточно ли у нас техники, оборудования, если вдруг, вот не дай бог, конечно, на какое-то ЧП? Конечно, достаточно. Потому что, во-первых, в вопросах безопасности нет предела совершенства. Мы всегда понимаем, что с каждым годом есть новинки, техники, есть новые образцы. Для этого совершенствует знание уличного состава, для пользования этой техникой. Но на данный момент, на текущем, мы полностью обеспечены. Кузбасс полностью прикрыт и в противопожарном отношении. А за два месяца до этого самого брифинга, это же самое областное МЧС, последний раз проводило проверку в Зимней Вишне. И нарушений, как водится, в таких случаях выявлено не было. ТЦ «Зимняя Вишня» был сдан в эксплуатацию в 2013 году. Акт приемки был подписан заместителем мэра Кемерова, начальником управления городского благоустройства. Главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС Ренат Янекеев объявил ТАСС, что ТЦ «Зимняя Вишня» не проверялся пожарным надзором, поскольку является объектом малого бизнеса, в отношении которого действуют надзорные каникулы. Почему же тогда в числе задержанных числятся только фиктивный владелец здания и несколько работников? Где задержание пожарных инспекторов? Где допрос самого главы областного МЧС? Его непосредственных подчиненных? Тех, кто подписывал акт приемки здания? Начальника ЧОПовцев, которые допустили отключение пожарной сигнализации? Тех, кто давал справку, что «Зимняя Вишня» является объектом малого бизнеса, хотя и дураку понятно, что крупный торговый центр не может быть объектом малого бизнеса. Сам владелец комплекса за границей, на теплом побережье Австралии. Вот на эти вопросы никто никогда не ответит. Зато будут оправдываться, почему губернатор не приехал на место происшествия. Владимир Владимирович, вот сегодня у вас не видели на месте ЧП, да, где все случилось. Скажите, в каких штабах вы уже были, вы работали, где дали, что вы ездили? Ну, с самого начала, как случилось, 16 часов, я возглавлял все это. Правда, на выезд я не смог, но есть причина. И в том числе, я прошу прощения, я, если вы обратили внимание лично, никто из руководителей попросил, чтобы в зоне проведения поисково-спасательных работ не мешали выполнять профессиональные задачи. Потому что приезд у руководителя, это определенный сбит выполняет вас задачи. Главное, огонь. Тулееву, оказывается, было просто сложно припарковаться со своим кортежем на месте происшествия. Так в чем проблема? Вышел за пару кварталов и прошелся пешком, губернатор. А если ты такой немощный, то подай уже в отставку, как того требует народ. В отставку! В отставку! Сегодня в Кемерово около 4 тысяч человек собрались перед зданием администрации. Люди требуют отставки Омана Тулеева и хотят узнать истинное число погибших. Среди собравшихся родственники жертв пожара. Я сейчас вспоминаю такой же крупный пожар в Казани, который произошел 3 года назад. Горел торговый центр «Адмирал». Тоже были жертвы и тоже ходили упорные слухи, что погибших на самом деле было больше. Но, к счастью, детей среди них не было. Жертвами в основном стали продавцы, которые спасали свой товар. Горел торговый центр «Адмирал» Тогда полиция оцепила почти весь район вокруг пожара и людям приходилось бросать машины и идти до своих домов пешком. История со сгоревшим «Адмиралом» напоминает историю в Кемерово. Там точно так же нашли несколько стрелочников. А сам реальный владелец здания, пока шло следствие, отсиживался во Франции. А через год, когда все утихло, с него сняли все обвинения. Как видите, прошло 3 года, произошел такой же по масштабу пожар, только вот жертв гораздо больше и среди них много детей. Я не могу оценивать работу пожарных на пожаре в торговом центре «Зимняя Вишня». Но в то время, когда дети выпрыгивали из окон пожарных со спасательными лестницами, теми самыми лестницами, которые они так охотно демонстрируют на показательных выступлениях, не было. Со всей области первый час работы 12 вышек приехали. «Сейчас 12. Не было 12. Я был, я присутствовал. Я тоже. Евгений Борисович, подробную информацию дайте, пожалуйста. И что, вы отбалки по стене? Ее банально нет. Ваш Евгений Борисович, некомпетент в данном уровне. Охранники торгового центра «Чоповцы», которые по инструкции должны были спасать и выводить людей, на самом деле покинули это здание одними из первых. Следствие, как обычно, в таких случаях рассматривает три версии. Поджог, неосторожное обращение с огнем и неисправность электропроводки. Но вот причина такой трагедии массовой гибели детей не может быть одна. Когда происходят такие катастрофы, это совокупность десятка разных причин. От закрытых дверей кинозалов до коррупции на всех уровнях. Трагедии не было. То есть, фактически, проблема в чем? Тотальная коррупция. Но я думал, хотя бы власть сделает какие-то выводы. Начнет разбираться, начнет проверку торговых центров и так далее. Что было сделано в 90-е годы. Ведь вы раздавались там разрешения. За взятки покупалось все и все. И вся. Но ничего не сделано. И очередная трагедия. Самое-то удивительное, что погибли детишки, маленькие. Почему погибли? В основном из деревень. В деревнях, в близлежащих городах, там уничтожено все. Там нет ни библиотек, ни кинотеатров, ни клубов. Ничего нет. И они все, так сказать, на каникулы съезжаются. Вот эти торговые центры, кинотеатры, игровые комнаты. И для них это праздник. Для детишек из деревень. Безусловно, праздник. И вот такая трагедия. Это видео, которое за два дня набрало больше 800 тысяч просмотров от бывшего КГБшника и также ФСБшника. Как сейчас он себя называет, опальный ФСБшник. И, кстати, помните внезапную атаку телефонных террористов? Волна по всей России была. В сентябре прошлого года. Отрабатывали же эвакуацию в крупных торговых центрах. Даже до Кемерово волна докатилась. Хотя ходили слухи, что никакие это не террористы, а ФСБ отрабатывает действия гражданских объектов на случай теракта. Тогда все отчитались в успешном проведении эвакуации. Но вот жизнь ставит совершенно другие условия. Потому что никто не отрабатывал такое быстрое развитие событий. То, что оказались запертые дети в кинозале. То, что была отключена сигнализация. Быстро отключился свет. Государство ежегодно тратит миллиарды на обучение гражданской обороне. Устраивает показательные тушения пожара. Но когда дело доходит до реального выживания, оказывается, что никто даже и не знает, что существует пожарный топор, чтобы взломать дверь. Всего хорошего. До свидания.